ПЕСНЯ Константин, такой вопрос. Я знаю, что вы мастер спорта СССР по теннису, великолепно знаете этот вид спорта. Как бы вы выделили основные моменты соотнесения именно пинг-понга и настольного тенниса? Пинг-понг, с одной стороны, очень простой вид спорта, потому что, в отличие от настольного тенниса, здесь нет вращений. С другой стороны, пинг-понг очень сложный вид спорта, потому что он не терпит никаких недостатков в технике. Если ты не обладаешь классически поставленными ударами, слева-справа, то, что называется накатами, ты не сможешь добиваться успеха в пинг-понге. И в этом его принципиальное отличие. И, с третьей стороны, он доступен для любого человека, для профессионала, для любителя, для кого угодно, потому что он доступен и для профессионала, и для любителя. Потому что он не требует, в общем, по большому счету, такой физической подготовки, как настольный теннис. Константин, ну, наверное, последний вопрос. Каким вам мог бы видеться именно, в будущее могло видеться этого вида спорта? На мой взгляд, Максим Шмырёв занимается очень правильным делом. Он развивает этот вид спорта, и с каждым днём мы видим, что всё больше народу начинает этим видом спорта увлекаться. Я слышал, что китайцы начинают культивировать пинг-понг пока что у себя, но как только они заинтересуются всерьёз этим видом спорта, и он выйдет на международную арену, мне кажется, у него будет большое будущее. Константин, огромное спасибо, удачи вам, и будем рады вас видеть снова на наших соревнованиях. Спасибо.